В пятницу состоялось подведение итогов регионального конкурса «Лидер доверия-2015», который проходит уже не первый год. Основным его организатором является Единая городская ассоциация защиты прав потребителей «Человек». Участвуют в этом конкурсе различные предприятия, организации, а также индивидуальные предприниматели, которые производят товары, выполняют различные работы или оказывают услуги потребителям. Рязанский филиал Московской академии экономики и права уже шестой раз стал лидером в сфере образования. В целом, я считаю, что по количеству людей, которые здесь собралось, в этом году в конкурсе приняло участие значительно больше организаций, учреждений, которые стали лидерами. И это радует, поскольку сфера услуг у нас в городе несколько улучшилась по сравнению с предыдущими годами. Конкурс дает возможность пообщаться тем, кто занят в различных сферах услуг в нашем городе и в целом области. Это очень важно – поделиться своим опытом. Второе – он дает возможность тем, кто уже стал лидером, не сдавать позиции и быть на вершине. Третье – те, кто не попал в состав лидеров, те стремятся как-то улучшить свою деятельность. Не как-то получается так, что они качественно пытаются улучшить свою деятельность и занять место лидера. Это дорого стоит, согласитесь. Телекомпания «Город» тоже получила диплом «Лидер доверия». Именно потребители определяют лучших и достойных – тех, кто станет лидером. А значит, награды на этом конкурсе заслужены. И вот снова телекомпания «Город» получает диплом «Лидер доверия». Спасибо за высокую оценку нашей работы. Мы растем, развиваемся и надеемся на дальнейшие успехи. Спасибо всем. Всего в этом году 37 организаций получили дипломы грамоты. За время проведения конкурса «Лидер доверия» состав его участников менялся неоднократно. Кто-то терял доверие потребителей. Лидеров, как известно, много не бывает.